Одной дозы достаточно, чтобы привить животное. Главный ветеринарный врач Казани Галий Исхаков сегодня приехал в Лаишевский район, чтобы раскидать лекарства от бешенства для диких животных. Опасаясь за здоровье лис, который переносит опасные заболевания, специалист также беспокоится за собственную жизнь. Ведь где-то в округе бродит медведь-шатун. Если у него большое количество жира, и он знает, что ему хватит на несколько месяцев, то он спокойно уйдет с пяточкой. Другие же, если они худые, они превращаются в шатунов. И в течение зимы не могут найти себе места и, естественно, ищут пропитание. Медведь-шатун считается опаснее сытного косолапого. Так, например, не обошлось без жертв соседней Кировской области. От лап полутонного животного погиб охотник. Затем полег и сам разъяренный зверь. Его убили прибежавшие на помощь охотники. В Лаишево случаев нападений не было, лишь замечены следы. По словам специалистов, медведя боятся шума. Поэтому рекомендуют не выходить в лес в одиночку, а лучше шумной компанией. Отогнать хищника можно громкими звуками, криками, хлопками или выстрелом в воздух. Однако, если зверь голодный, он не испугается и все равно нападет. И никакие меры предосторожности не помогут. По данным Управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана, за последние несколько лет популяция бурых мишек в республике выросла. Всего в Татарстане 120 косолапых. Из них порядка 40 остаются на зиму в республике. Большинство мигрирует в Мариел и Кировскую область. Медведи в этом году нанесли большой урон десяткам пчеловодных хозяйств. Так случилось и в Пестричинском районе в конце октября. Хитрый. Я такого зверя не видел. Оказывается, очень хитрый. Как уезжаешь, как спать уезжаешь, уже заходишь. Одним ударом лапы медведь способен повалить взрослого человека и сломать ему кости. Несмотря на то, что животное является опасным хищником, у него все же имеются слабые места. Они боятся мышей, утверждает ветеринарный врач. Вернее, проникновение грызунов в кишечник во время зимней спячки. Потому перед тем, как впасть в сон. Они за две недели до этого в большом количестве едят корень, травы и листья. Старается сделать так, чтобы у него получилась в заднем проходе пробка. И так он себя обезопасивает. Но самое интересное, по весне, когда медведь просыпается, начинает есть, у него начинает, как говорится, получается, как в виде запора. И вышибание пробки занимает очень длительное время. Медведь после того, как вышибет пробку, может бежать несколько километров без остановки. Самый безопасный медведь-шатун обитает в Казанском зообудсаду, за решеткой. Семилетняя Машка в спячку ни разу не впадала. Из-за того, что мама не научила, предполагают работники зоопарка. Ведь медвежонок попал сюда малышом после смерти медведицы, которую застрелили браконьеры. Есть предположение такое, что, возможно, ей нужно родить для того, чтобы лечь спячку. Потому что беременные медведицы уходят в спячку гораздо раньше, чем вообще самцы. И проводят в берлоге с медвежатами гораздо больше времени. Могут выйти даже не в марте месяце в природе, а ближе к апрелю. Здесь обитают еще два бурых медведя. Самцы уснули 10 дней назад и проснутся, как ожидается, в первой половине марта, как и многие косолапые, если не будет резкого потепления или их не потревожат люди. Что касается лаишевского шатуна, за его передвижением будут следить охотники.